всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра дружба россии и турции лопнул как мыльный пузырь эрдоган вернет украине крым перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска 16 октября президент риджеп таип эрдоган встретился с президентом украины владимиром зеленским эрдоган добавил что не признает вхождение крыма в состав россии и назвал украину ключевым союзником в регионе украина является ключевой страной в регионе сказал президент эрдоган и добавил наше сотрудничество углубляется в широком диапазоне сфер от оборонной промышленности до образования от туризма до сектора здравоохранения 16 октября президент риджеп таип эрдоган встретился с президентом украины владимиром зеленским во дворце вах детин в стамбуле по итогам переговоров продолжавшихся 1 час 45 минут два лидера провели совместную пресс-конференцию эрдоган сказал что рад принимать в турции президента украины которая является соседом турции по черному морю ее стратегическим партнером и дружественной страной и поблагодарил своего украинского коллегу за преподнесенную ему государственную награду украины эрдоган в ходе своего выступления отметил сегодня мы подробно обсудили вопросы повестки дня наших двусторонних отношений наше сотрудничество углубляется на взаимовыгодной основе в широком диапазоне сфер от оборонной промышленности до образования от туризма до сектора здравоохранения на переговорах мы подтвердили наше обоюдное стремление к увеличению инвестиций и выводу нашего экономического и торгового сотрудничества на новый уровень в сфере туризма в этом году несмотря на пандемию мы приняли более 500 тысяч украинских гостей и это явно свидетельствует о близости наших народов и доверии наших украинских гостей к мерам которые мы приняли в рамках нашей инициативы безопасный туризм в ходе наших переговоров мы также обсудили дополнительные шаги которые могут быть предприняты в направлении укрепления нашего сотрудничества в сфере безопасности и взаимной экстрадиции преступников сообщил президент турции в частности мы договорились об усилении нашей координации по совместной борьбе с фото террористическая организация фетхулахистов и другими террористическими организациями турция рассматривает украину в качестве ключевой страны в плане обеспечения стабильности безопасности мира и процветания в нашем регионе в этом контексте мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет украины ее территориальную целостность включая крым и ее политическое единство турция не признала и не признает незаконную аннексию крыма совместное заявление между нашими военно-морскими силами будет развиваться обширное сотрудничество по итогам переговоров состоявшихся между эрдоганом и зеленским было опубликовано совместное заявление особо выделяются следующие пункты будет развиваться обширное сотрудничество между военно-морскими силами двух стран будут проводиться ежегодные встречи с участием министров иностранных дел и министров обороны соответствующим подразделениям будут даны поручения связанные с притворением в жизнь проектов в сфере обороны и военно-технического сотрудничества будет увеличена доля турецких компаний на украине президент владимир зеленский посетил турцию где встретился президентом реджепом таипом эрдоганом и вселенским патриархом варфоломеем это уже третья встреча за эрдогана за год с лишним зеленский посетил турцию в августе прошлого года а эрдоган прилетал в киев феврале этого года и вторая с варфоломеем символично что визит украинского президента произошел в день когда турция провела первое испытание купленного у россии зенитно-ракетного комплекса с 400 по поводу чего уже возмутились американцы впрочем куда более важны были другие события которые происходили накануне визита во-первых это активное участие турции в конфликте между азербайджаном и арменией за нагорный карабах по сути именно турция подтолкнула баку к его разморозке и к попытке решить вопрос военным путем во вторых не так давно на украине вновь активизировались преследования турецких диссидентов которые скрываются в нашей стране от режима эрдогана а последней теме эрдоган сказал прямо заявив что договорился с зеленским активизировать совместные действия против сторонников проповедника гюлёна врага турецкого президента а карабахи напрямую не говорилось но зато вместо него много места уделили крыму эрдоган заявил что не признает его аннексию и пообещал помощь крымским татарам страна разбиралась что означает визит зеленского в турцию перед трендиву с эрдоганом зеленский съездил на фонар район в стамбуле где находится резиденция отца томаса в арфоломея с константинопольским патриархом встречался с глазу на глаз и на камеру сидя на диване в стиле барокко а рядом на кресле сидела жена зеленского как сообщила пресс-служба офиса президента говорили о ситуации на донбассе варфоломей сообщает пресс-служба отметил что доволен тем что на украине постепенно наступает мир что впрочем далеко от истины зеленский судя из его общения готов поддерживать проект порошенко варфоломея пэцу он пригласил патриарха на украину следующим летом на празднование 30 годовщины независимости благодарен за все что вы сделали и делаете для украины для нас важна такая поддержка на пути к миру украина теплая и радушная мы все будем очень рады вашему приезду это будет очень важный визит для украины цитирует зеленского его пресс-служба встречу с варфоломеем эксперты считают в какой-то мере демонстрации готовности побороться с порошенко за влияние на этот церковный проект зеленский стремится использовать пэцу как еще одну точку политической опоры хотя непонятно зачем ему это надо эта структура ему традиционно враждебно сказал стране политолог руслан бортник также вряд ли это даст президенту дополнительные очки перед выборами сторонники пэцу за него голосовать точно не будут а противники а их среди тех кто раньше голосовал за слуг народа очень много могут из-за этого отдать голоса конкурентами партии президента причины такого хода объяснил стране источник вхожи в окружении президента турция намерена помогать украине стать членом альянса также много говорится о расширении военного сотрудничества двух стран а также военно-технического сотрудничества то есть надо полагать продолжится закупки украины турецкого оружия в частности ударных беспилотников впрочем зеленский заявил не только о закупках но и совместном их производстве турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны мы видим что это действительно гордость вашего впк это именно тот вид вооружений который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя и мы безусловно заинтересованы в совместном производстве сказал зеленский договорились ускорить переговоры о заключении договора правда пока тут особых подвижек нет за ст тянется с эпохи позднего кучмы и до сих пор не подписано первая причина турецкая сторона предлагает подписать за ст без аграрного сектора поскольку не хочет видеть сильных украинских конкурентов на своем рынке с другой стороны украинские лоббисты пытаются не пустить турцию на украинский рынок легкой промышленности поэтому вряд ли стоит ожидать подписания в ближайшее время сказал стране политолог руслан бортник продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов на украине с учетом возможностей которые предоставляет программа большая стройка в украине так говорится в заявлении о чем речь догадаться не трудно уже сейчас турецкие компании осваивают миллиарды бюджетных украинских денег на строительстве дорог и видимо хотят осваивать еще больше за итогами визита зеленского в турцию внимательно следили и турецкие оппозиционеры на украине один из них живущий в киеве журналист юнус эрдогду во время облавы в 2018 году эрдогду публично попросил о помощи и долго не выходил из дома некоторые его товарищи которых также причисляют к гюленистам уехали из украины в европу один из уехавших был преподавателем математики и являлся доктором математических наук он эмигрировал в германию и ему сказали что таких как он германия с радостью примет хоть миллион ни одна европейская страна не выдала так называемых гюленистов говорит стране эрдогду по его словам при порошенко в списке на выдачу он был на пятом месте а учитывая уехавших может оказаться уже на третьем сдаст ли меня зеленский надо у него спросить а вообще ему надо историю учить султан в свое время не сдал пилипа орлика которого приютили османы и первую украинскую конституцию он написал именно на территории тогдашней османской империи российский царь давал 300 тысяч серебром это как сейчас десятки миллионов долларов но султан сказал я лучше отдам свой трон чем отдам эмигранта которого приютил великие государства защищают своих просителей убежища сказал эрдогду на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи а